Субтитры создавал DimaTorzok Мегазаводы, суперавтомобили Корвет ZR1 ZR1 создавался как несанкционированный секретный проект Это был секрет, целью которого было превратить обычный спортивный Корвет в настоящий эксклюзивный суперкар Идея ZR1 возникла из фразы нашего генерального директора Он был так впечатлен планами производства, что вслух высказал мыс Эх, как бы выглядел Корвет за 100 тысяч долларов Случайно брошенная фраза главы компании привела к началу работы над совершенно несанкционированным проектом Все самые крутые автомобили в истории всегда создавались в результате того, что один человек что-то сказал Пять инженеров работали втайне, чтобы скрыть свои намерения, они использовали секретное кодовое название Мы не могли говорить о машине, потому что находившиеся с нами в одном помещении люди узнали бы, что мы говорим о несанкционированной программе Поэтому мы придумали кодовое название Секретным кодовым названием ZR1 был и Синий Дьявол Инженеры заимствовали деньги из общего фонда развития Корветта И незаметно использовали их на разработку сверхсекретного супер-корветта Никто не скажет сколько, но общая стоимость исчисляется миллионами После месяцев тайной работы они показали свое творение Боссу Мы собрали все технологии, которые хотели использовать в автомобиле Подготовили экономическое обоснование и передали вверх по инстанции Они ждали, затаив дыхание Наконец человек, с чьей случайно брошенной фразой все и началось Отдал распоряжение начать производство ZR1 Кодовые названия больше не нужны Команда инженеров публично назвала себя командой супер-корветта Их цель просто описать, но сложно достигнуть Построить самый быстрый И самый управляемый корветт Настоящий космический корабль Со скоростью 330 км в час Мы не знаем другого серийного американского автомобиля, который мог бы развить подобную скорость Задача достижения 330 км в час невероятно сложна Инженерные сложности в достижении скорости свыше 300 км в час огромны Потому что в пределах от нуля до сотни потоки воздуха вокруг машины незначительны От сотни до 150 чуть сильнее От 150 до 250 значительно сильнее А около 300 воздействие просто невероятно Не забывайте, самолеты взлетают на скорости 300 км в час Намного меньше, чем 300 км в час Основной идеей, вдохновляющей создателей скоростных автомобилей, всегда были самолеты В данном случае наша машина представляется мне фюзеляжем с фонарем кабины пилота ZR-1 обладает многими чертами самолета Они оба имеют форму, рассекающую воздух с минимальным сопротивлением Но форма самолетов служит созданию подъемной силы, чтобы они могли летать Сложность создания формы ZR-1 в том, чтобы машина оставалась на земле Взлетная скорость Boeing 747 300 км в час Максимальная скорость ZR-1 330 км в час Ставя задачи развить такую скорость, нужно контролировать обтекание машины воздухом Чтобы не возникала подъемная сила, а даже наоборот ее прижимала к земле Управление потоками воздуха вокруг ZR-1 сложная задача по поиску баланса Которую надо решить команде, занимающейся проектом Суперкорвет Обычно для контролирования потоков увеличивается лобовое сопротивление Это замедляет машину Поэтому приходится находить баланс разных параметров Что делает задачу достижения высокой скорости крайне сложной Ведь для преодоления лобового сопротивления на таких скоростях требуется очень большая мощность Во вселенной суперкаров 330 км в час это автомобильный эквивалент преодоления звукового барьера Только на земле Чтобы совершить это, инженеры команды Суперкорвета рассчитали, что им потребуется двигатель с мощностью более 600 лошадиных сил 638 лошадиных сил, если быть точными Выжать такую мощь из классического американского В-8 будет непросто На решение этой проблемы ушло почти три года Ключ к решению — установка мощного наддува Мы впервые стали устанавливать нагнетатели именно на ZR-1 Это настоящий прорыв эффективности нагнетателей Он использует меньше энергии для работы и подает в двигатель больше воздуха Что приводит к повышению мощности и эффективности силовой установки Субтитры создавал DimaTorzok